Полный слив всего сюжета Diablo 4, тайна долгого выхода PvE режима Overwatch 2, а также новый иск США к Activision Blizzard. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает легендарная Lineage 2 Legacy. Legacy это своеобразная версия Lineage 2, которая по сути своей выступает в роли классической. Разработчики перезапустили игру, сделав акцент на контент первых хроник, который был тщательно смешан с хардкорной составляющей. Сложность игры, как можно предположить, заключается не только в темпе вашей прокачки, но и в противниках, с которыми вам предстоит столкнуться. Требования к экипировке весьма высоки, ведь любой противник в мире способен наказать вас за ошибку. Подобный подход очень сильно сказывается и на социальной составляющей, которая здесь возведена в абсолют, за счет чего игроки стараются всеми силами найти себе друзей как можно быстрее. Удачное знакомство это очень важная вещь в современном социуме, а в Lineage 2 Legacy они могут привести вас в стан какого-нибудь клана. Клан в Legacy это бесплатная путевка на бесконечные войны, ведь днем вас ожидают яростные сражения за самые полезные споты, а вечером вам предстоит сражаться за мировых боссов, а также на осадах. Кстати, уже 12 апреля состоится выход нового обновления для игры под названием Руины Тантар. Оно не только принесет в игровой процесс новую гигантскую межсерверную территорию с эпическими боссами и жестокими врагами из расы ящеров Тантар, но и добавит новые уникальные элементы экипировки. Если вы соскучились по действительно хардкорной Lineage и давно хотели попробовать ее на вкус, самое время заглянуть по ссылке в описании и зарегистрироваться на Fogame. По ней вы сможете получить куб помощи, помогающий в прокачке героя. Lineage 2 Legacy ждет вас. Удачи! Уже начался апрель, а новостей о запланированном BlizzCon 2023 все никак нет, хотя еще пару месяцев назад Майк Ибара сообщал, что их раскроют в начале года. Сообщество все чаще задается этим вопросом, а один из игроков поинтересовался у президента Activision Blizzard планами на мероприятия. Тот ответил, что ими они поделятся в самое ближайшее время. Обычно новостями о своем главном мероприятии компания делится как раз в апреле, и этот раз, похоже, не станет исключением. В этом случае выставка, скорее всего, пройдет в привычное время, в конце октября или первой половине ноября. Комиссия по добросовестной торговле в Японии одобрила проведение сделки между Microsoft и Activision Blizzard, постановив, что та не окажет существенного негативного влияния на конкуренцию на рынке игр и игровых устройств. Это довольно важный момент, поскольку главный конкурент Microsoft, прикладывающий большие усилия к блокировке покупки, Sony и японская компания. Ранее сделку одобрили регуляторы Саудовской Аравии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Чили. В Евросоюзе, Великобритании и США покупка все еще находится на пристальном изучении комиссиями. Ожидается, что первая и вторая в итоге все же одобрят соглашение без каких-либо серьезных условий, а судебное разбирательство третьей не принесет никаких результатов, поскольку Microsoft сможет отстоять свое право. Разработчики сообщили о выпуске срочного исправления для обновления 2.75 в Diablo 3, призванное исправить неполадку с веером клинков и шипастой ловушкой охотника на демонов. Как оказалось, некоторые игроки решили воспользоваться эксплойтом, позволяющим практически мгновенно убивать любых противников, проходя 150 уровень портала на 2-3 минуты без хорошей экипировки. Все таблицы лидеров, где принимали участие нечестные игроки, были сброшены, чтобы обеспечить честную игру для всех игроков. Как выяснилось, во всем виновата наложение бонуса 4 предметов шестерни мертвых земель и 2 предметов из комплекта месть Наталии. Эти нечестные игроки просто брали и надевали вышеуказанные предметы из комплекта, а во все оставшиеся ячейки надевали любые предметы, эффекты которых повышают мобильность и выживаемость персонажа. Из-за глобальных изменений комплекта Наталии, шипастая ловушка и веер клинков под воздействием бонуса импульс от комплекта шестерней, начали буквально мгновенно убивать любых монстров, вне зависимости от характеристик персонажа или запаса здоровья противников. Противники буквально исчезают с карты, зачитываясь в прогресс портала, но не давая никакого опыта персонажу. Игроки, воспользовавшиеся этим эксплойтом, еще с начала марта закрывают великий портал 150 уровня на слабо одетых персонажей с чрезвычайно низким уровнем совершенствования, за 2, 3 или даже 4 минуты, что очевидно разочаровало игроков. Честные пользователи пытались достучаться до разработчиков еще 8 марта, а сегодня официально было объявлено о срочном исправлении и сбросив таблицы лидеров охотников на демонов и групповых таблиц на 2, 3 и 4 игрока, где принимали участие охотники на демонов с неисправными комплектами. Во вторник на прошлой неделе глава Activision Blizzard Бобби Котик разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором поделился свежими новостями о ходе сделки с Microsoft. В сообщении он рассказал, что процесс продвигается хорошо, пусть и возникли некоторые затруднения, а также назвал разочаровывающим желание Sony любыми способами помешать покупке. В сообщении Котик отметил, что недавно были решены значительные затруднения в проведении сделки, и процесс продолжает идти в нужном направлении. Вероятно, речь шла о предварительном одобрении покупки британским регулятором, который первоначально дал ей негативную оценку, но позднее изменил решение. Подразделение Xbox Gaming анонсировало сбор предзаказов на новый комплект для консоли текущего поколения. Предзаказать эту консоль можно через официальный сайт или торговых партнеров корпорации Microsoft, но стоит учесть, что она прибудет не раньше 6 июня 2023 года, а содержание у него следующее. Консоль Xbox Series X черного цвета, беспроводной контроллер Xbox черного цвета, высокоскоростной кабель HDMI, копия Diablo 4 Standard Edition. Никакой физической копии или цифрового кода, игра автоматически поместится в раздел Digital Direct на ту учетную запись Xbox, с которой будет впервые выполнен вход в момент первого включения консоли. Эту копию игры можно будет актировать только на одной учетной записи Xbox. Стоимость издания составит 559 долларов 99 центов. Выходит оно под названием Xbox Gaming Diablo 4 Bundle. Этой весной Amazon Prime Gaming раздают новую серию наград для игр Activision Blizzard, среди которых в том числе есть и транспорт для актуального World of Warcraft. С 29 марта по 27 апреля 2023 года подписчики сервиса могут получить Большого Боевого Медведя, что иным образом доступен лишь в виде кода с соответствующей картой из комплекта Drums of War, коллекционной игры World of Warcraft Trading Card Game, которая уже давным-давно не выпускается. Игроки Hearthstone могут рассчитывать на случайную стандартную эпическую карту, а фанаты Overwatch получат облик красавчик-циркач. Несмотря на то, что в России Prime Gaming не работает, можно создать новую учетную запись другой страны. Для новых пользователей первый месяц подписки со всеми текущими бонусами дается бесплатно. Для просмотра страниц сайта требуется VPN. Минируководство по получению наград вы можете найти в интернете. Также объявляя о новой акции с Большим Боевым Медведем, официальный твиттер-аккаунт Amazon Prime Gaming отметил, что это лишь первая раздача из серии многих, которая продлится целый год. Согласно заявлению, каждый месяц подобным образом будет раздаваться по новому предмету, и хотя пока не ясно, какие именно это будут вещи, стоит ожидать в том числе и другие косметические награды из того же старого ТЦГ, за которые разработчики недавно плотно взялись. 25 лет назад, 31 марта 1998 года, вышла первая игра по вселенной StarCraft. StarCraft 1 перевернула жанр стратегии в реальном времени, став одним из самых ярких представителей не только его, но и компьютерных игр в целом. Также это одна из самых известных киберспортивных дисциплин, что до сих пор пользуется большой популярностью, став в некоторых странах даже целым культом. В последующие годы для StarCraft вышло официальное дополнение Brood War, а позднее продолжение StarCraft 2 с тремя дополнениями Wings of Liberty, Heart of Swarm и Legacy of the Void, а также отдельными комплектами миссий вроде Nova, Covered Ops. Несколько же лет назад вышло обновление графики до современных стандартов StarCraft Remastered, в связи с чем базовая версия игры со старой графикой стала бесплатной. Сейчас во вселенной StarCraft затишье, и, насколько известно публике, никаких новых игр в разработке для нее нет, а для текущих выходят редкие балансировочные обновления, однако ходят слухи, что на самом деле StarCraft не забыто, и в недрах Activision готовится нечто новое. Творчество фанатов World of Warcraft порой обретает самую удивительную форму, особенно если им занимаются любители ролевого отыгрыша. Так, Нант Най решила написать кулинарную книгу от лица своего персонажа тролля-охотника в версии классик, которая следует в классический азерот и знакомится с блюдами обитателей разных его уголков. Книга снабжена рецептами, комментариями и иллюстрациями, что как бы запечатлены самим троллем. К этому моменту вышло две главы. Примерно полтора месяца назад в своем твиттере Майк Ибар опубликовал загадочную фотографию с зеленым фолиантом и ключом на нем, и этот же снимок он выложил сегодня повторно. В своем сообщении президент Activision Blizzard подтвердил теорию о том, что эта игра связана с новым и пока еще не объявленным проектом компании, игрой в жанре выживания под кодовым названием Odyssey. В своем сообщении он рассказал, что в начале недели провел ужин с лидерами команды разработчиков этой игры, которые рассказали ему о новинках и своем подходе к работе. Официальные новости по игре отсутствуют, но благодаря таким сообщениям-намекам мы по крайней мере знаем, что разработка продвигается вперед. Есть вероятность, что проект будет полноценно объявлен на BlizzCon 2023 этой осенью. Две недели назад антимонопольный регулятор Великобритании, Управление по защите конкуренции и рынком, предварительно решил, что сделка Microsoft с Activision Blizzard не повредит конкуренции консолей, что значительно повысило шансы на ее одобрение. Тем временем Sony и Microsoft прокомментировали это решение и первое назвали его удивительным, беспрецедентным и иррациональным. Sony направила регулятору 10-страничный комментарий. Microsoft в свою очередь продолжила отрицать все доводы оппонента и направила свое обращение, что оказалось в два раза менее многословным, вместившись на пяти страницах. Финальное решение регулятор обещает представить через три недели, к 26 апреля. Разработчики подтвердили наблюдение игроков Гнева Короля Лича Классик к месячной давности, сообщив, что с наставших обычными игровых мирах нового начала теперь доступны платные услуги, мгновенное повышение уровня, переносы и смена фракции персонажа. Также они напомнили о других услугах по изменению местоположения персонажа, что сейчас доступны в игре. Буквально несколько дней назад стал известен следующий герой Overwatch 2, что появится в игре с началом четвертого сезона в ближайшие недели. Ниран Пруксамани, из Таиланда, также известный как Ткач Жизни, является персонажем поддержки дальнего боя и обладает обширным арсеналом утилитарных способностей, из-за чего как следует освоить его будет весьма непросто. Как стало известно, Министерство юстиции США подало в суд иск к Activision Blizzard, винив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Причиной тому были названы действия, ограничивающие зарплату и конкуренцию для игроков киберспортивных лиг Overwatch и Call of Duty. Согласно заявлению министерства, в течение нескольких лет Activision, по договоренности с командами, каждый из лиг использовала так называемый конкурентный балансовый налог, с помощью которого штрафовала команды, чьи участники получали зарплату выше определенного потолка. Это искусственно ограничивало конкуренцию между командами в лигах и несправедливо снижало доходы их участников. Однако вскоре после подачи иска, Activision Blizzard и Министерство заключили мировое соглашение. Activision заявили, что налог на самом деле вводился, и хотя компания считает его абсолютно законным, он никогда не применялся, и команды добровольно отказались от него еще в 2021 году. По соглашению, которое еще нуждается в одобрении суда, компания обязалась воздержаться от установления каких-либо ограничений на заработную плату отдельных киберспортсменов или команд в будущем. Министерство юстиции также отметило, что примерно 60% американцев еженедельно играют в видеоигры, а миллионам нравится смотреть, как играют профессионалы. Киберспортивные лиги Overwatch и Call of Duty принесли компании сотни миллионов долларов за счет сборов за франшизу, спонсорских доходов, эксклюзивных сделок по трансляциям в интернете и на телевидении. На ушедшей неделе во внутриигровом магазине Гнева Королевича Классик стала доступна услуга платной смены расы персонажа, что также позволяет выбрать для него новую внешность и имя. Как и в Dragonfly, для покупки доступны пакеты по 1, 3 и 6 смен расы, причем первые 2 на данный момент продаются с 30% скидкой, а к третьему прилагаются бесплатные 2. Скидки в честь запуска услуги доступны до 17 апреля, товар можно приобрести в подарок. С 4 по 17 апреля в Battle.net проходит весенняя распродажа, в рамках которой можно приобрести старые игры Activision Blizzard и различные товары к ним со скидкой вплоть до 67%. Скидки распространяются на Гнев Королевича Классик, Diablo 2 и 3, StarCraft 2, Call of Duty и Crash Bandicoot. Все скидки можно посмотреть на странице акции, а в плане World of Warcraft они распространяются вот на что. 50% скидка на фракционный набор актуального World of Warcraft, 30% скидка на делюкс версии Гнева Короля Лича Классик и 30% скидка на смену расы в нем же. Дополнительные игроки актуальной версии Warcraft могут приобрести новый косметический комплект дипломатские регалии морской пены. Всю последнюю неделю третьего сезона с 4 по 11 апреля в Overwatch 2 проводятся выходные двойного опыта, что помогут поскорее развить боевой пропуск тем, кто с этой задачей еще не успел справиться. За участие в любых матчах игроки получают на 100% больше опыта, прибавка не действует на другие бонусы к опыту, в том числе при игре за востребованные роли, а также на награды за выполнение испытаний. В своем твиттер глава Activision Blizzard Майк Ибара назвал точное время запуска Diablo 4 в раннем и обычном доступе. Первые смогут начать играть ночью 2 июня в 2 часа ночи по московскому времени, а вторым придется потерпеть до ночи 6 июня. Время запуска будет аналогичным. Во всех регионах игра запустится одновременно. Есть некоторая вероятность, что Майк слегка напутал с часовыми поясами, ведь современные игры и дополнения Activision Blizzard в большинстве своем запускаются в полночь по центральноевропейскому времени, с которым у нашего московского времени разница 1 час летом и 2 часа зимой. Если так, то в оба дня запуск будет на 1 час раньше. Играхи заметили, что границы PvP рейтингов для получения наград на арене в гневе Короля Ильча Классик сильно изменились, и разработчики опубликовали сообщения, рассказав, что это произошло из-за еженедельного повышения ММР, что теперь действует в игре. Кроме того, недавно они исправили неполадку, из-за которой рейтинговые таблицы не обновлялись, и теперь те отображают актуальные данные. Скандал с домогательствами и дискриминацией, и доведением одной из сотрудниц до самоубийства, разразившейся летом 2021 года, продолжает бросать тень на Activision Blizzard. Последние месяцы компания продемонстрировала свое большое стремление к улучшению ситуации, в частности с помощью нескольких политик, направленных на обеспечение справедливости в отношении всех ее сотрудников, независимо от их происхождения, пола и предпочтений. Недавно компания опубликовала отчет о разнообразии и инклюзивности в рядах своих команд за 2022 год. Его представила Кристин Хайнс, первый директор по разнообразию, справедливости и инклюзивности в компании. Свидетельства, гласящие о неравенстве и непрофессиональных отношениях между работниками в Activision Blizzard, продолжали появляться и в прошлом году. Поэтому руководство пришло к выводу, что ситуация остается шаткой, и в некоторых аспектах даже ухудшается, что ощущают и сотрудники, и общественность. Поэтому компания предприняла ряд мер, направленных на ее стабилизацию. Среди нововведений, призванных восстановить комфортную атмосферу в командах, можно выделить проведение так называемых пресс-пауз, серии круглых столов, что создают безопасное пространство для смелых обсуждений, которые обычно не происходят на рабочих местах, и которые позволяют и подталкивают сотрудников из разных слоев общества делиться своим опытом. Activision также внесла изменения в описание вакансий, чтобы поощрять женщин и представителей меньшинств, направляя на них свои отклики, даже если они считают, что не отвечают всем заявленным требованиям. Компания внедрила Textio, инструмент, который изучает описание вакансий и выделяет нуждающихся в усовершенствовании моменты, в частности, чтобы избежать путаницы в отношении полосоискателя. С помощью этих нововведений, Activision Blizzard надеется увеличить текущий процент женщин и небинарных сотрудников в компании до 50% за следующие 5 лет. В опубликованных данных за 2022 год, процент сотрудников, определяющих себя как небинарные, составил всего 1%. Компания надеется не только на дальнейшее увеличение числа таких работников, но и на то, что те, кто входит в эту категорию, могли бы об этом заявить, поскольку сейчас некоторые из них по разным соображениям стараются держать данную деталь в секрете. В прошлом году численность мужчин в командах компании составила 73%, женщин — 25%, а оставшиеся 2% поровну определили себя как небинарные и другие. Что касается нанятых на работу людей, среди них процент женщин вырос до 29%, что, по мнению компании, является шагом в правильном направлении. Activision Blizzard также заявила, что приложила большие усилия к расширению репрезентации в своих играх. Цель компании заключается в том, чтобы игроки могли погрузиться в по-настоящему инклюзивные вселенные и найти среди персонажей тех, кто может быть их отражением. В связи с этим World of Warcraft Dragonflight недавно получил высокую оценку от организации GLAD за наличие инклюзивных персонажей и историй. Актер озвучки Гэнзи в оригинале, Гаку Спейс, в одном из своих видео поделился деталями относительно разработки ПВЕ-режима Overwatch 2 и своего участия в озвучке игры. По его словам, разработка игры идет так долго, в том числе из-за огромного количества внутриигровых роликов между разными заданиями, а сценарий постоянно дописывается и переписывается. Более того, ему уже известно окно выхода игры, но игрокам придется ждать официального анонса. Также Гаку обмолвился, что персонаж, которого он озвучивает еще со времен первой Overwatch, принимает очень много участия в сюжете ПВЕ-режима, гораздо более значимая, чем больше часть героев вселенной. Хотя последнее бета-тестирование Diablo 4 уже завершилось, сам клиент игры так и остался в руках игроков и датамайнеров. Последние уже на протяжении нескольких недель пытаются вскрыть файлы игры, добывая крупицы информации. Оказалось, что в этом клиенте содержатся практически все названия и подробное описание заданий основной кампании, пусть некоторая часть и скрыта от глаз датамайнеров. Добросовестные фанаты серии уже совместили эту информацию с данными, которые поступили с приватных серверов по четвертой части Diablo. Буквально вчера на этом канале вышло видео, в котором был представлен подробный разбор всего сюжета игры. Как говорится, посмотрите, если не. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова